3, 2, 1, часик радости Верслада Хиканы, с вами сегодня я Хикан Намбаван, Александр, как всегда поприветствую наших телеслушателей, телезрителей. Добрый день! Добрый день! Вот я микрофон погромче сделал. Нормально тебя слышно меня, да? Да, всё хорошо. И кто у нас на том конце провода? Антон из Чехии. Антон из Чехии, из Чехии, откуда именно? Из Праги. Из Праги, эх, Прага, Прага. Я почти туда однажды съебался. Ну ладно, не буду. Дело не в этом, дело не в этом. Язык мне нравится. В общем-то, что могу сказать? Давай, как всегда, как ты туда попал. Давай, быстренько, быстренько расскажи нам, что почём, что почём. Ну, так сложилось около пяти лет назад, что можно было срочно эмигрировать из российской мухосрани, поэтому пришлось... Ты был в розыске? Ну нет, нет. Почему? Просто так сложились обстоятельства, что нужно было как можно быстрее уехать, поэтому... Ну почему, призыв был или что? Ну нет, ну... Ну я бы не хотел раскрывать эти обстоятельства. Я понял, но там уголовщина была? Нет, нет, всё в рамках закона, так сказать. А, ну да, хорошо, отлично. Да, ну просто так сложились обстоятельства, поэтому уехали в Чехию, и сейчас живём здесь, можно сказать так. Так, ну-ну-ну, и как ты туда... А что именно в Чехию ты решил съебать? Ну, как бы, во-первых, здесь, ну, мне понравилось, хорошо. Ну, в принципе, так сложились обстоятельства, я бы так сказал. Ну, то есть, в принципе, можно было съебать любую страну Восточной Европы, но в Чехии, как бы, было достаточно... А ты что, дохуя мажор, что ли? Нет, почему? Нет, я тебя просто подъебать пытался. Хорошо, хорошо, хорошо. И что ты там делаешь? Ну, сейчас я в местную школу хожу, заканчиваю, так сказать. Так тебе же уже до... Сколько тебе лет? Ну, тут образование, я 13 классов. Подожди, подожди, сколько тебе лет? Девятнадцать. Ну, девятнадцать, потому что наши слушатели не знают, сколько мы... Подожди, ты ещё в школе учишься, да? Ну, да, можно так сказать, заканчиваю. Ага, ага, понятненько, понятненько. Вот, и что, как там в школке? Ну, в принципе, вот если сравнивать с российской, то всё намного приятнее учиться, то есть, ну, нет вот травли там и всё прочих вещей. То есть, люди достаточно цивилизованные, просто там, как бы, если в Ухасраге российских сравнить с этим, ну, как, невозможно даже, наверное, сравнить. Ну, чем отличается чешская школа, пражская, от школы твоей Мухасрани? Давай вот так, факты, факты. Факты. Ну, то, что здесь, во-первых, образование дольше на два года длится, то есть, не 11 лет, как в России, а 13. То есть, во-вторых, что ещё можно сказать? Ну, здесь упор больше идёт, как на гуманитарные науки. Это, конечно, зависит ещё от школы, но, в принципе, вот тут упор, как бы, на английский язык, на такие вот вещи, которые, как бы, ну, не на математику. То есть, кто хочет заниматься математикой, тот и занимается. А кто не хочет, тот, как бы, занимается тем, что ему пригодится. То есть, предметы на выбор? Ну, да, то есть, там есть некоторые моменты, какие можно выбрать. В принципе, то есть, там ещё школы подразделяются, то есть, есть там с экономическим уклоном каким-то, то есть, чтобы потом в музыке было легче учиться. Есть там, например, там с какими-нибудь творческими специальностями, если там кто-нибудь на дизайнера хочет идти или ещё что-нибудь в этом плане. Понятно, понятно. А 13 лет, это ж ебануться, может, что там за 13 лет можно выучить? Можно за убийство отсидеть уже. Ну, да, то есть, ну, такое, как бы, я бы сказал, что программа более растянута. То есть, то, что, как бы, ну, в СНГ дают за 11 лет, здесь, как бы, более растягивают. То есть, здесь не настолько, как вовсе быстро идёт. Борис Моисеев за два месяца литовский выучил. Ещё и плясать успевал. Ну, так. Что можно 13 лет учить? Ну, понятно, что граф Монте-Кристо сколько там в этой тюряшке сидел, он выучил сколько языков. Ебануться можно. Ну-ну-ну-ну. Ну, вот, в принципе, ещё отличие, да, то есть, система образования. Здесь именно то, что за тобой не бегают. То есть, например, если ты получаешь плохую оценку, тебе просто ставят, и всё. То есть, как бы, в российской школе, как бы, вот, то есть, если, например, там у тебя двойка, то там, суха звонит, там, мамки, там, типа, начинают разбираться. Здесь вообще насрать. То есть, как в УЗИКе. Вот не ходишь, всё и не нафиг. То есть, тут никто не будет тащить там, что ты во всяких, как бы, там, типа, ну, кто не хочет, например, заниматься, как раньше было всякие, и Рохи на ней, и всё, тащи до девятого класса. Здесь, если ты не занимаешься, тебя просто выкидывают нафиг, и всё. То есть, никто не будет разбираться тут. Ну, как бы, вот такая система. То есть, тут лично, как бы, на ответственность. То есть, кто хочет учиться, кто не хочет, его выкидывают. А по поводу травли, как там в коллективе тебя приняли? Травли вообще никакой. Да, вначале было тяжело, ну, в том плане, что есть ликовой барьер, вот эти вещи. А потом все нормально пошло. То есть, здесь, в принципе, так не травят. Максимум может, что дойти до словесных перепалок. То есть, никакой там шести какой-то, это вообще как бы неприемлемо. Потому что это сразу будет. Либо разбираться будет, либо просто людей даже не слышать как бы такого никогда. Понятно. То есть, головой в унитаз не будут макать. Нет, это тут как бы вообще неприемлемо даже. Там тоже, что ли, скучно? Здесь, да. Здесь, как коллега, так сказать, и сербия заметил, здесь очень скучно, можно сказать. Так. И почему же там скучно? Чего не хватает в Чехии? Ну, не знаю. Лупцовок, лупцовок не хватает. Лупцовок, да, их не хватает. Ну, потому что это все-таки Чехия из всех стран Центральной Европы. Она более, можно так сказать, европизированная. Потому что годы германизации, конечно, дали свое. То есть, здесь именно уже как бы так. На Германию более-менее спахивает. То есть, здесь как бы такое достаточно всеразмеренное. То есть, если там нет такого там балканского колорита, там всякие околофутбольщики, да, вот прочее. Этот трэш, то тут он как бы тоже есть. Но он здесь очень так незаметно. То есть, если в эту тему не вникать вообще, даже никогда не встретишь ничего. Потому что здесь как бы это все и полиция это все держит сразу. То есть, нет такого. То есть, на улице не пиздят иностранцев? Нет. То есть, тоже такого нет, конечно же. А чем тогда там заниматься? Как развлекать себя? Да, не знаю. Ну, как бы Чехии тоже любят выпить, можно так сказать. Ну, давай, да, плавненько перейдем к основному. Что там, как с бухлом дела обстоят? Не, ну, с бухлом, наверное, все знают, что в Чехии как бы пиво очень много и разных сортов. То есть, и сами чехи очень любят выпить. Накатить. Давай заменим эту слову на слово накатить. То есть, например, в пятницу, если идешь куда-нибудь, все там в барах сидят, в пабах, все вообще полностью все забито. Причем забито местными жителями, все накатывают. То есть, в порядке вещей, то есть, у них даже проведение досуга, пойти куда-нибудь накатить совместно, там, послеработки, там, зайти или что-нибудь такое. За то, чтобы Чехия с колен встала? Можно так сказать. Лавочка возле подъезда. Нет, нет. Ну, там есть только, особенно если там районы, так сказать, где, ну, некоренное население живет, можно так выразиться. А кого ты имеешь в виду некоренное население? Ну, например, какие-нибудь мигранты или там цыгане, например. Ну, а какие именно мигранты? О, мигранты же разные бывают. Мигранты в основном из постсовочка и, короче, эти еще. Якана спудил на ново-на, ну-ну-ну. И, короче, из этого. Ну, тут украинца по официальной статистике полмиллиона живет. Не может быть. Это еще при том, что, как бы, ну, в Польше отсеивается, сюда, как бы, докатывают столько тех, кто, как бы, ну, еще пробивается. И то полмиллиона как бы. Ну, и плюс всякие цыганские тут районы есть. Вьетнамские. Такие местные. Но они как бы... И что, вьетнамцы накатывают, что ли? Не, вьетнамцы не накатывают. Накатывают вот там цыгане, например. Они там, ну, барыжат всякими этими неприятными благовониями, может. Ну, я понял, да. Ну, что поделать. Ну, ну, ну. Ну, и вот так, о чем. А, ну, да, и что. Ну, потом, как бы, в центре, если в центре Праги, да, там туристическая зона, то есть там туристы накатывают. Ну, то есть там такие чисто вот эти туристические заведения. Там абсент, вот чешский абсент, если знает, ну, конечно же, зоны... Ну, 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 ну. Ну, и вот, а в принципе... Ну, то есть накатывание здесь очень развито, я бы сказал, даже сильно. То есть Чехия вообще, она находится там в первых позициях, если по статистике посмотреть, в долях потребления алкоголя на человека. То есть здесь это как бы такая проблема. Я понял, но нас интересует, в принципе, уровень ебашилого-петилого по выходным. В том плане, что если драки, то и происходит, или что? Ну, да, то есть распиздячивают друг друга ебальники чехи. Именно чехи, аборигены. Аборигены нет. Вообще, в принципе, они достаточно, как бы, ну, не конфликтные люди. То есть если какой-то конфликт возникает, они максимум могут поорать друг на друга. И то так чисто для этого самого, для проформа. А вот, подожди, для проформы и чешский язык. У меня девушка знала чешский язык. Он очень, ну, не знаю, мне очень нравится. Да. И ты можешь что-нибудь воспроизвести? Ну, я-то, естественно, его не знаю. Так, конечно, слышал. Кое-что там совсем чуть-чуть знаю. Ты по-чешски что-нибудь для проформы воспроизведи какие-нибудь изощренные ругательства. В основном, то есть... Которые применяют вот те самые чехи для проформы. В основном здесь вот как и по-польскому курму было, а потом они используют ты-волэ. То есть ты-волэ, это как-либо... Ну, это даже нельзя перевести. То есть это всегда используется, даже в повседневной речи. То есть потом тоже слово курва, тоже используется. Ну, это общеславянская, так сказать, традиция. Ну, да, да. Потом, значит, если вы именно словесные перепалки, что они используют? Да, ну так, в принципе, что в основном используют? Ну, вот, да. Потом, значит, ну, питча. Ну, это понятно, я думаю. Потом, значит, шукат. Вот шукат, это значит, типа, устраивать койтус, так сказать. На украинском языке это значит искать, если я не ошибаюсь, то здесь. Вот это вот как бы значение. Потом есть еще глагол мордат. Ну, это тоже вот именно вот это действие воспроизводить. Вот так, в принципе, вообще в чешском очень много официальной лексики. Ну, так как люди достаточно конфликтные, я, как бы, практически никогда не слышал никаких таких матерных слов жесточайших именно. Я понял. Ну, хорошо, давай, как всегда, как всегда уже традиционно. Как бы я твою маму ебал на спине у твоего отца? Только помедленнее и поразборчивее. Так, ну, получается, мордал, Сэм, твоей мамку, матку на задах твоего отца. А с кавказским акцентом? Мордал, Сэм, я не получится. Ну, получится, получится. Ты попробуй, главное же только попробовать. Я никогда не ветерок. Ну, надо же когда-то начинать. Мордался твой матку на задах твоего отца. Не знаю, что ты так ночью, ты криваешь. Понимаешь? Понятненько, понятненько, понятненько. Ну, что, переходим плавненько на тёлочек, как всегда. Что там, как с тёлочками дела обстоят? Ну, в принципе, если так рассудить, то в основном здесь, ну, именно коренное население, они не очень, как бы, лицеприятные, можно так выразиться. То есть... Под пиво, под водочку, под подкинь, под что? Ну, под подкиньшок. Под три топора? Возможно. Но, именно, как бы, самое нормальное, это тот, кто смешанный, да, то есть, было несколько волн миграции, вот, совочка, и когда, вот, именно, например, украинец, во-первых, с чешкой, вот, и смешанный, как бы, ребёнок, то это, ну, считается хорошим. Ну, то есть, нормально. По сравнению с креным населением окрины, тёлочки, не очень, так сказать. Face up table? Ну, да, и вообще, в принципе, ну, чешский, этот, проржи, это самое, расстрелён достаточно, это самое, в медиции, то, это, там, это ещё самые лучшие, как бы, кадры из всех, как бы, отбирают. А так не очень. Понятненько, ну, в общем, ты там стян не очень. Не, я вообще, нет, нет. Ну, ты по дягу гораешь, или ты по другой теме? Не, я вообще, ни почему, пока что не угораю. Понятно, ну, то есть, тебе сейчас не до этого? Ну, да, можно так сказать. Ну, а так, в принципе, возможно, с чешской девушкой-то как-то законнектить? Я думаю, ну, если, как бы, кто-то захочет законнектить, я думаю, лучше использовать именно, ну, по-английски говорить, потому что тогда они, как бы, более проявляют, ну, уважение, в принципе, то есть, да. Но вообще, в принципе, здесь, как бы, ну, вот, именно вот корзинок из СНГ не очень любят, то есть, например, то есть, чтобы законнектиться, нужно быть хотя бы на одном уровне, именно, ну, с чешскими, как бы, с чехами. Понятно, то есть, тебя считают как унтер меньше, что ли? Ну, я бы не сказал, что это прям ярко выражено, но вот эта именно разница, она чувствуется. То есть, если, например, в Польше, как я вот слышал, там, как бы, братушки, то здесь уже именно чувствуется, что немного менталитет, он по-западу, не по-западу. И поэтому нельзя так, как бы, то есть, нужно искать именно кого-то, с кем можно. То есть, подожди, смотри, поляки, поляки, это, ну, как мы уже сделали вывод, сейчас, 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 можно классифицировать так, это немножечко более цивилизованные братушки. Братушки, братушки. А чехи, это еще более цивилизованные братушки. Ну, да, да. Или не совсем братушки. Не, ну, они, как бы, что-то братушеское еще осталось, как бы, но в основном, именно, как бы, ну, не знаю, это мое мнение субъективное, как бы, чувствуется уже, что, ну, вот, немецкое что-то уже. Ну, германизация постаралась. И как ты считаешь, это хорошо или плохо? Именно германизация? Ну, я думаю, как бы, если, если мое мнение рассматривать, то есть, для славян, возможно, для некоторых это и неплохо, то есть, например, можно даже ту же Словению, да, рассматривать, как пример, они вообще там... Заебись, потому что порядок, понимаешь, порядок, не ебанутый сталинский гулаг, блядь, а просто порядок, никто никому ебало не бьет. Да, ну, конечно, сейчас, как бы, вот, если затрагивать тему евроскептичества, здесь очень, как бы, это тоже развито, как в Польше, то есть, ну, тоже ничего, как бы, нет, никто не видит беженцев, то есть, ну, все об этом, как бы, бугурьте достаточно сильно, в СМИ эта тема муссируется, и, то есть, сейчас очень много, как бы, евроскептических движений такие забирают обороты, то есть, именно, что вот там, ну, что вот гермашка, ну, все понятно, и сейчас, как бы, некоторые не очень этому довольны, в самом деле, но, хотя, с другой стороны, сюда никто и не придет, потому что здесь также халявы нет, тут социалочки, так сказать, особо не замечательно. Естественно, въебывать, потому что надо. Да, да, ну, это уже, я думаю, другое отдельная тема, что это затрагивает, так сказать, потому что здесь все равно, так сказать, ну, да. Понятно, там немножечко, ну, я их, в принципе, и знаю, и так, по рассказам, там пожестче, конечно, пожестче, такие люди более консервативные, чем в Кольце. Да, вообще считается, что Чехи, как бы, это консерваторы Европы, то есть, у них даже своя валюта, например, когда, в основном, как бы, все евро, ну, евро, они, у них до сих пор крона, то есть, они очень, так, достаточно консервативны, вообще, в этих отношениях. Ну, это, в принципе, это очень хорошо, я считаю, особенно в наше время, когда сейчас происходит. Это заебись, это просто заебись. Я вообще, как бы, поражаюсь, что вот в условиях, какой, как бы, глобализации, вообще, в принципе, то есть, она оказалась в условиях двух таких, как бы, ну, вообще, то есть, пиздецак, как я на говоря, она, как бы, свою самостийность вот эту сохранила до сих пор, и даже язык свой, вот, то есть, это очень, вообще, классно, по идее, если так рассуждать. Вот поэтому, Шашель, мы тогда и выбрали Чехию, ну, не суть, ладно. Что можно еще сказать по поводу религиозности? То есть, сейчас, поляки, мы узнали, ну, мы, как бы, да и до этого знали, ну, из первых уст, дикие оголтелые католики, например, что у нас в Чехии? Ну, в Чехии, как бы, здесь, наоборот, они считают, как бы, это одна из самых, тут атеизм вообще преобладает, то есть, Чехии гордят очень сильно тем, что они свободны от религиозных предрассудков, что они самая атеистичная страна в Европе. И что они о поляках думают по поводу их клирикальности? Ну, вообще, в принципе, Чехии поляков за мыдло держат, если вот я сказал сейчас, все, кто на восточных них, они считают вообще, что там, типа, дыра вообще даже туда не стоит. На пальмах, на деревьях там, да? Да, вот типа такого. Ёбаные фашисты, сдохни, ёбаный фашист, мемчики подъехали. Ну, в принципе, то есть, они, можно сказать, что у них, как бы, тут традиции все вот эти, крестьянские, они сохранились, то есть, они празднуют там Рождество, вот это все вещи. Ну, условно, условно. Да, условно, то есть, нет такого именно религиозного, жесточайшего подтекста, то есть. Угара. Да, ну, это, с другой стороны, это им принесли, так сказать, измещательные коммунистические режимы, когда здесь, они тогда вот их, как бы, религиозность их и искоренили. То есть, по сути, это благодаря вот, ну, не благодаря, не знаю, как это сказать. Ну, в общем, они дикие атеисты сейчас. Ну, да, можно так сказать, то есть, они даже вообще какие-то такие жесточайшие атеисты, то есть, да, ну, это, возможно, с одной стороны и хорошо, с другой, как бы, я не знаю, ну, это уже, ладно, неважно. Ну, да, что есть, факт, есть факт, не сути, а как у них складываются отношения, вот мы с Андреем беседовали с Серби, он говорит, что сербы просто пиздец со всеми, со всеми и с черногорцами, и с корватами, и, ну, просто, просто пиздец, по-другому не скажешь, ни с кем у них нет связи, что там у чехов. Ну, ты уже сказал, что они считают поляков забыло, и все, кто восточнее них. Да, 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 ну, максимум не с Словаками еще, может быть, так братаются, мы то не считаем, типа, что, мол, село, типа, ну, село, ну, что с них взять, мол, типа. Ну, да, да, это как чехи городские, а не деревенские, да, такие, бедные родственники. Ну, типа, наречия у них, ну, ладно, что поделать. Ну, да, 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 мы великие, да? Ничего не напоминаю? Да нет. Потом, значит, ничего, я заметил такую вещь, что небольшое такое, не то что, ну, не преклонение, а небольшое такое трепетное отношение к тем, кто к Западу, да, то есть, например, если, например, какой-нибудь немец приедет и там три слова скажет, например, по-чешски, то это будет для них вообще очень круто, то есть, да, то есть, они именно вот уважают тех, кто западный, они считают себя очень западной страной, поэтому, как бы, то есть, в принципе, у них отношения нормальные совсем, я бы так сказал, то есть, ни с кем вообще такого срача нету, жесточайшего. Ну, то есть, они разделяют, то есть, вот они периферия, все, кто с востока, это там, типа, бобуины, а те, кто на западе, это эльфы, и с ними надо дружить, и все, у них все первое, я бы это так сказал. Александр, и ты понимаешь эту тонкую грань? То есть, вот Чехия, Польша, там, это Словакия, мы, эти страны, они очень близко находятся, а они не находятся там, где какой-нибудь Владивосток и Калининград, они не так далеко, они очень близко, и ты понимаешь, насколько они разные? Понимаешь, что у этих людей в голове, и у нас, и у всех, насколько мы люди... Это так, что в славянске языки, да, но это вообще ничего не обозначает, то есть, менталитет настолько разный, что это просто, как бы, ну, тяжело даже сказать, я думаю. То есть, настолько, вот если, например, поставить там рядом Калика и Чех, это вообще может сразу детектить просто в секунду, я думаю. Понятно, понятно, ну, хорошо, давай, давай теперь по поводу работы, что там с работой, кем ты будешь? Работать, ну, я еще не знаю пока, но, в принципе, наверное... С кем хочешь пока быть? Пока что, ну, наверное, предсловутый какой-нибудь там экономист или что-нибудь такое, ну, я понимаю, что это говно, но просто я именно гуманитарный склад думаю, то есть, у меня типа флогеры всякие, это точно не бою, поэтому я пока еще не знаю. Ну, у меня для тебя плохие новости, но это так, ну-ну-ну-ну. Вообще, я знаю, да. В принципе, безработица здесь одна, ну, не самая низкая вообще по Европе, то есть, здесь работы достаточно много. Ну, и где там Кайлом-то помахать можно? Кайлом в IT-сфере можно помахать, то есть, если кто-то хочет перекатиться в IT, здесь очень большой спрос на IT-шников, очень не хватает кадров. В IT можно и в Вьетнаме помахать. Да, потом, что, ну, вот именно технические специальности, я бы здесь сказал, развиты, то есть, там автостроение, автопром, вот эти все вещи, они, как бы, здесь очень требуются. Вот всякие гуманитарные вещи, они, нет, нет, просто нет, ну, все в основном. А так, в принципе, ну, туристический, ну, туризм, как и везде, то есть, ничего такого нет. То есть, именно, если кто-то именно технает, то ему здесь будут рады, я бы так сказал. Пиздец, пиздец, Александр, нам-то делать нехуй. К сожалению, да, нет, если бы мы в свое время съебали, все было бы хорошо. Ну, не суть, ладно, к сожалению, это не произошло. Ну, ладно, ладно, не повезло. Так вот, что я хочу сказать, что я хочу сказать. То есть, к чему мы, к каким выводам мы пришли? Значит, там гуманитариям делать, по большому счету, нехуй. Если ты технарь, то для тебя, ну, если не все двери открыты, то перспективы, безусловно, есть, правильно? Есть, да, да. Отлично, отлично. И что ж, там, на заводе на каком-то можно работать или какой-то мрайсборд свой? Можно там, в принципе, транснациональной компании, например, податься, если, например, какой-нибудь специалист хороший. То есть, это именно можно рассматривать его как плацдарм в дальше страны, например, в Гермашку, на запад именно ехать. Или кто-то, кто хочет здесь, можно здесь на какой-нибудь завод пойти или что-нибудь в этом плане. Ну, то есть, на нормальное место не там, не со столком стоять. Ну, это тоже, конечно, хорошее новое. Нет, ты имел в виду, не как вот Александр работал на заводе, который еще, я же говорю, вермахт-болванки на нем. Да-да-да. Да чего? Нет, ну... Вермахт не обтачивал, да, там? Ну, почему? Потому что тоже очень много заводов здесь, когда была... Нет, нет, я имею в виду сейчас, то есть, там не сохранились еще такие станочки, я думаю. Нет, ну, скорее всего, нет. Отлично, отлично. Хорошо, ну, давай по ценам, что там, дорого жить? Нет, в принципе, это из всех стран в Европе, это как бы достаточно нормально. То есть, тут соотношение зарплаты к этому... Ну, средняя зарплата, средняя зарплата. Корресичного хромодянына, сколько средняя зарплата? Ну, я бы сказал, 15-20 тысяч крон. Так, ну, крон, ты переведи нам в еврочеты, в баксы. В рубли это 60 тысяч рублей, получается. Ну, то есть, ну, где-то тысяча евро где-то, наверное, так. Ну, нет, меньше даже где-то, ну, около, ну, 60 тысяч рублей где-то, 50 тысяч рублей. Понятно, понятно. А по ценам, по ценам? По ценам, цены нормальные, тут недорого. Ну, сколько в среднем выходит в кронах жрачка и квартира в месяц? В кронах жрачка и квартира около 10-12 тысяч, вот так можно сказать. При средней зарплате в кронах? 20-25к. Ага, то есть, остается еще 10к крон. Можно так сказать, да. Так, ну, что, Александр, твой вывод, что, можно жить или нет? Конечно, блять. Ну, Александр, хватит скиглить. Ты вообще, не надо, тихо, спокойно, Александр, спокойно, спокойно. Ну, о том, что я бы так сказал, что здесь именно местное общество достаточно тяжело биться, то есть, достаточно закрытое, так сказать. Но не такое, как, допустим, евреи? Нет Ну, евреи Ты понял, что это дико закрытое Законсервированное общество Нет, ну здесь, конечно, можно Если именно ассимилироваться с раннего детства А если уже приехал в таком осознанном возрасте Тяжело водиться Ну почему? На тебя пальцем будут показывать Просто, я думаю, язык Вообще язык достаточно сложный Но ты выучил? Ну, да Да, блядь, не сказал бы, что он сложный Нормальный язык как язык, ну-ну Ну, да, и плюс, ну, вообще Менталитет достаточно, то есть, несмотря на то, что Словяне, то Менталитет очень сильно отличается Потому что они, блядь, германизированные Если кто-то из собачек, его сразу можно выкупить Кто-то приехал Причем легко, легко Даже по походке, вот именно Так вот сгорбившись И не просто по походке, по манере Одеваться, по взгляду, по его моторике Ну да, как бы Легко, да, легко, легко, легко А как же там молодежь-то развлекается? Если ты говоришь, что там сейчас дико скучно Ну, молодежь, в принципе, здесь Еще одна особенность Так как на чешском языке достаточно мало людей говорит Здесь молодежь, именно интернет Как именно вот там хиханы Все это не очень развито То есть, именно вот порты тут Ничего такого как бы нет То есть, именно здесь все Как бы, ну, такие социобледующие, можно так сказать Молодежь, то есть, они общаются там Ходят куда-то там в клубасики Ну, вот такие вещи То есть, тут Водка и пивас полный расколбас Типа такого, да То есть, тут именно вот так молодежь развлекается То есть, в основном в социуме время проводят Ну, вот такие вещи То есть, здесь именно вот Как интернет, вот эта вся культура Она здесь недостаточно сильно развита То есть, там не сидят за компьютером, как сыч Нет, очень мало Да-да, а вот Александр спрашивает Интернет у вас там хороший, дорогие? Да, нормальный Ну, нет, недорогой Кром 500 стоит Это если по таким ценам Это недостаточно дорогие Вот Денчик как раз подошел Денчик, поздоровайся с телезрителями Здравствуйте Вот Денчик спрашивает Что ты, Денчик, спрашиваешь? На Шкодах все ездят Слышал? А, на Шкодах Ну, да, Шкода достаточно распространена здесь Но она, потому что, типа, бюджетный вариант, можно так сказать Еще о Чехии я знаю Порнуха Чех-стрит, скажем Да, я тоже знаю Это постовная херня Кстати, да И чешских порноактрис очень много И порноиндустрия А можно там вот так вот зарабатывать Ходить по улице с камерой? Ну, мы поняли, да? Можно, да? Такое там Ты должен быть, что у тебя внешность нормальная была, мне кажется Так, причем не внешность Но Денчик же с подъебкой это говорил То есть, ну, понял этот поджанр Когда люди Постановы эти, постановы То есть, понятно, что это актриса Он, типа, подходит к ней, говорит Вот, девушка, вот, не хотите денег заработать Она, да, да, и берет у нее на клык Я просто, как бы, знаешь Типа, стереотипами говорю Ну, да Чехия, Шкода, пиво и порно Да, да, да Балалайка, медведи, водка там И сало, картошка, все такое Все, хорошо Давай, тогда будем заканчивать Денчик, у тебя есть еще вопрос Каким-нибудь по Чехии? Да вроде все Порноха Порноха, пиво и Шкода, да? Шкода, больше о Чехии ничего не знаю Еще помню, что было, когда Чехо-Словакия Оно все развалилось Но мирно разошлось То есть, типа, саммитовые революции Они мирно разошлись Ну, как ты уже сказал Словакия для них Это как-то вот такие деревенские родственники Да? Честно так Понятно Понятно, понятно Понятно, понятно Городские Понятненько, понятненько Ну, если честно Мне доставило удовольствие Сегодняшняя наша беседа Потому что Да я и так о Чехии Все это, блядь, прекрасно Но просто Хотим Нет, не надо говорить Не хотим А хочем 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 текет ихний Вот Хочем поделиться с нашими Слушателями Уважаемыми Ребята Все это для вас делается Делайте выводы И думайте Еще раз думайте Все Вот, в принципе и все Ну что ж Давайте попрощаемся Денчик, Александр Все Всем пока Ребята Спасибо, что были с нами Обязательно подписывайтесь На наш канал Ставьте классы Донатите нас бабули на вещпакет Заказывайте рекламу Сигне Пока, Антоша Пока Удачи тебе